Все началось с одного фермера. Это был мой отец. Он вышел на пенсию, захотел заняться сельским хозяйством, купил коров, ну и стал производить молоко. И стал вопрос, а куда его деть, это молоко? Количество небольшое, за ним никто не приезжал. Вот тогда-то и возникла идея объединения, идея кооперации фермеров. Наш кооператив находится на границе с республикой Мордовия. В первое время мы вынуждены были сдавать туда молоко. Нам пришла идея, и мы предложили Сергею Ивановичу Морозову освоить переработку здесь, в Индии. Но зачем возить куда-то сырье? Чтобы в Индии были рабочие места, и вся добавленная стоимость от переработки молока оставалась здесь. Мы получили грант в 2018 году от Министерства сельского хозяйства Ульянской области в размере 9 миллионов 600 тысяч рублей, на которые приобрели молоковоз, это оборудование, которое здесь представлено, и рефрижератор для перевозки готовой продукции. На этом месте практически ничего не было. Мы строили цех с нуля, с фундамента. И это производство мы запустили за 6 месяцев. Хочу вам продемонстрировать наш йогурт, у которого тоже есть одна небольшая особенность. В этом йогурте не содержится сахара, и его можно рекомендовать для диетического питания, даже тем людям, которые болеют сахарным диабетом. Здесь содержится только йогурт и натуральный джем, и натуральные ягоды. Все. Вот. Ягода в виде кусочков идут, поэтому она нравится очень детям. Продукт очень вкусный. Вот по несколько сотен штук мы каждые 2 дня, 3 дня отправляем в Ульянск вот этого продукта. Мы используем только натуральное молоко от коровы. Мы не используем сухого молока, мы не используем заменительный жиров. У меня у самого трое детей. Да, мы все едим только эту продукцию. Можно так сказать, что именно Иоаннита подтолкнула меня делать натуральный качественный продукт, в котором я уверен сам, за которым мне не стыдно. Вот сейчас мы научились перерабатывать молоко. Делаем всю продукцию, всю линейку абсолютно. И даже знаем уже, что мы будем в следующем году делать. Мы будем делать сырые. То же самое нужно делать по мясу. Сейчас в город Инзу приезжают покупатели из Пензенской области и выгребают все мясо. Все абсолютно. А там они то же самое перерабатывают. Там у них в каждом доме мясоперерабатывающий завод. Представляете? Вот они, рабочие места. Давайте здесь перерабатку мяса вести. Так, это наш главный, основной продавец молочной продукции. Нашего фирменного магазина. Альфия. А вот. Альфия. Ага. Что он у нас в продаже? Расскажите, пожалуйста. Что у нас здесь? Молоко. Кефир, слайданок. Йогурт у нас. Йогурт у нас. Ваши новинка привез. Ну как вам наша продукция? Вы только честно скажите. Качественная, вкусная, хорошая. А что берете-то в основном? Москвичи у меня дети приезжают, я нас сюда. Казанские дети тоже отсюда. Они, наверное, на сметане сидят у вас. Вон какие щеки-то. Уже исписали несколько книг, отзывов и предложений. Вот книга, которую мы завели буквально несколько дней назад. И первый отзыв. Я вам зачитаю вслух. Самая лучшая продукция. Вкусно. Огромное спасибо. Отдельное спасибо продавцу магазина. Очень уважительное отношение и качественное обслуживание. Спасибо. Три восклицательных знака. Это правда. Пишут простые люди. Переработка позволила нам повысить доходность. своей деятельности. И самое главное, доходность личных подсобных хозяйств. Мы уже имеем сейчас возможность платить им большую сумму денег за данное молоко. Другую цену. Если были времена, когда молоко стоило 13 рублей у личных подсобных хозяйств, то сейчас оно доходит до 20 рублей за 1 литр. Ведь раньше личные подсобные хозяйства не знали, куда деться. Излишки молока. Эти излишки могли даже выливаться. А сейчас, когда молоко является практически единственным источником доходов на селе, постоянным, вы понимаете, какое-то подспорье. Когда приехал молоковоз, забрал молоко у участника, а на следующий день им заплатили деньги. Я считаю, что наш кооператив выполняет очень важную социальную функцию. Мои родители, друзья, родственники здесь. Мне здесь нравится. Это моя родина. Здесь больше возможностей, чем в Москве. Тем более, имея такую поддержку региональную в лице нашего Минсельхоза, я думаю, мы можем достичь очень высоких результатов.